Я брал бутылку, вообще похрен какую, с улицы, с мусорки доставал, разбивал горлышко, то есть и носил себе порезы просто на руку. У меня вот сейчас вообще дохренища вот этих порезов, то есть у меня на руках свободного места вообще нет. Все это перечекло вот от этого наказания уже в лютую манипуляцию, когда мне что-то не нравилось или происходили какие-то вещи. Я просто при девушке брал и резал себя буквально, я порезал себе сухожилия. Моментальный такой заряд энергии, вообще я себя богом прям чувствовал, мне всего вообще хотелось под этим веществом. Я встал на движухе, мне стало легко, буквально в метро все заказал, поехал в Кудрово и там вот собственно сорвался. Потом шли в какой-нибудь подъезд, проводили там часов по 7, это как минимум просто сидели в подъезде, торчали, трубку сраную крутили. Пока она вот просто, чтобы в ней дыры прям не появились до последнего. Я провел в СИЗО около 8 месяцев и это было такое время, что я не то что о наркотиках не думал, я вообще забыл о них. Началась такая тема, что ко мне в голову начали приходить мысли о том, что нужно себя за это наказывать. Они меня забрали обратно в город и там вот начался активный уже срыв, который там длился около двух лет. Привет Паш, давно тебя знаем, но зрители о тебе ничего еще не слышали. Давай как познакомимся, расскажи о тебе, какой тебе возраст и с чем проблемы вообще. Меня Павел зовут, мне 24 года. В общем, проблема у меня с наркотиками, это употребление конкретно солей. Я не считаю, что у меня какие-то есть конкретные проблемы с другими веществами. Они безусловно идут наряду с ними, но именно соль, короче, в моей жизни она давно очень и проблемы собственно с ней. Я помню, ты у нас проходил программу еще в 2020 году. Расскажи вообще вот, при каких обстоятельствах ты вообще познакомился с наркотиками? Ну, это было где-то, не знаю, лет в 16, наверное, когда у меня начался возраст такой, так скажем, взросления. И у меня по жизни как бы была всегда такая ситуация, что я не умею выбирать приоритеты вообще в жизни, и мне приходится как бы, чтобы доказать кому-то что-то, свою там значимость или расположение там родственников, друзей. Мне приходилось всегда вот выбирать между какими-то либо хорошими поступками, либо плохими, связанные с какой-то дичью такой, именно наркотики и все остальное. Пока там действовало какое-то время, что у меня все получается, вроде в школе там все такие моменты, вот, у меня началось, что меня не принимают, в общем-то, в компании начинают там глумиться, плюс у меня еще вид другой был, да, я был полный в детстве, в школе и так далее. То есть я подвергался буллингу активному, вот. И уже потом, когда у меня начались смены компаний, то есть со школьных друзей на каких-то сторонних, которые уже не учатся в моем классе, и которыми я, так скажем, через своих же друзей со школы знакомился на улице, мне начали предлагать там попробовать. Попробовать первый раз, я помню, это спайс, это был, мне предложили, я согласился. Первый же день употребления, это было, я помню, в подъезде, мне было 16 лет. Мне дали, заварили эту точку в бутылку, и потом, собственно, я ее покурил, и через минут 10 я свалился с лестничного пролета, то есть вниз головой. Вот, и на этом, как бы, мое знакомство, это первое такое было именно с таким наркотиком, как спайс, вот. Далее уже, когда я закончил школу, я подружился уже активно с алкоголем, у меня были проблемы с коммуникацией с людьми вообще, с девушками, знакомиться я не умею вообще от слова совсем. Алкоголь мне, так скажем, помогал, он меня раскрепощал, он мне помогал там веселиться и все остальное, ну, в общем, я себя чувствовал с собой вот под этим. Вот, потом, то есть, когда я поступил в техникум где-то, ну, сразу после школы, уже к 17 годам ближе, я попробовал, это порошки, это амфетамин, вот, мы убегали там с паром в подъезды, около, около шараги у меня прям находился дом, в котором мы, собственно, и нюхали это все. Вот, потом мне стали предлагать бутерат, это я не пробовал, я отказывался, но от порошки, которые мне дали, я понял, что вот как бы это круто, я себя прям охренительно чувствовал под ними. Ну, так вот потихоньку-потихоньку, сначала я где-то год на них торчал, мы скидываться уже начали на этот наркотик, я уже понял, что мне нужно его как бы брать, потому что под этим веществом я чувствую себя классно. Вот, и где-то уже к 18 годам, к 19, я уже общался со своим другом, так скажем, которым я познакомился в техникуме, вот, имен не буду называть, просто, то есть он, мы сидели у него на квартире, и употребляли вот этот наркотик, свой амфетамин на тот момент, и к нему заехали люди, которые, так скажем, постарше его гораздо, и предложили ему попробовать. То есть, такой наркотик, как соль, вот, он принёс его, он сам не в курсе был, что это за наркотик, он дал попробовать сначала мне, я согласился сразу, то есть мне было какой-то, ну, просто интерес к этому дикий, я хотел попробовать всё, я ещё знаю там песни всякие, там, соли, спайсы, спиды, вот эта тема, что это круто. Вот, ну и всё, он мне сдал там фольгу, я, то есть, это всё разжёг и употребил. Я не понял первый раз эффекта, потому что я что-то не так сделал, неправильно, то есть я ничего не понял, вот. Потом, через некоторое время, мы решили скинуться на это, скинулись, он опять же через своих друзей достал нам этот наркотик, и нормально употребил, и почувствовал вот этот вот приход, драйв. Моментальный такой заряд энергии, вообще я себя богом прям чувствовал, мне всего вообще хотелось под этим веществом, я стал на движухе, мне стало легко общаться, там, все такие, ну, все такие дела, короче, вот, как бы нормально всё проходило, до поры до времени, потом началась вот эта активная движуха употребления, я начал знакомиться с барыгами, там, с его знакомыми, брать это уже у одного и так далее. Ну и, собственно, у меня была на тот момент девушка, я употреблял этот наркотик, скрывал это всё от родителей, они ни о чём не в курсе были, не знали вообще, чем я занимаюсь, я вообще сам по себе, ребёнок такой достаточно своевольный в семье, потому что мне не хотелось общаться с ним, я им не доверял, и, как бы, пришлось жить, как бы, так скажем, улицей, вот. И всё, и мы общались с этим другом, употребляли, потом подключился к нам ещё один товарищ, и уже мы начали употреблять у него дома, вот этого стороннего третьего товарища, и я уже достиг такого эффекта, что, ну, то есть, я не мог без него, без этого наркотика, мне постоянно его хотелось, у меня появлялись ломки даже какие-то, вот. Я начал сходить потихонечку с ума, у меня появляться начала шиза, все эти моменты прекрасные, в подъезде я мог провести по двое суток, в присядку, то есть, оглядываясь на все эти углы, там, пугаясь его и так далее. И у меня какой-то момент, это был август, мы расстались со своей девушкой, потому что она узнала о том, что я наркоман, и она отказалась полностью этому, как бы, с этим жить и как-то идти дальше со мной, вот. И на этом фоне я начал очень сильно употреблять, там, алкоголь, наркотики почти каждый день, это было где-то в течение двух месяцев. И, собственно, потом я скинул около, ну, мой рабочий вес, вообще-то, 90 килограмм, я скинул его до 59, как бы, всего за два месяца. Ну, и у меня случилась интоксикация, у меня начали появляться прыщи по телу, то есть, я их расчесывал в момент, когда мне вот начиналась вот эта вот фигня, то есть, я начал нервничать, расчесывать это все, и все это вылилось в огромные язвы и порезано мне. Но все шло по телу, от ног, там, до головы, везде они были, короче, и от меня начало очень пахнуть, невероятно отвратно, короче, и запах начал появляться, то есть, я получил огромную интоксикацию от наркотиков, и меня мама, я помню, отмачивала этим йодом, чтобы просто мое тело не воняло, у меня болели пятки, то есть, я уже ходить не мог, потому что у меня все закупорилось, все поры, короче, все это пропитано этим говнищем было. Ну и все, вот, и на какой-то момент, то есть, в один день, когда я так же сидел на отходах, я уже не спал трое суток на тот момент, я заказывал клад, заказал его, то есть, как-то мне повезло, я помню, у меня не было денег, я выиграл его в рулетке на сайте, и все, я, то есть, обрадовался, там уже начал собираться, и ко мне зашли два человека, которые там, ну, сейчас я их уже знаю хорошо, то есть, они меня остановили, то есть, сказали, что нужно прокапаться, съездить, полечиться, немножко, три дня, они мне на тот момент так сказали, я не стал сопротивляться, потому что они гораздо больше, во-первых, меня были, да и мне страшно стало очень сильно в моменте, что происходит вообще, мне отец передал сумку с вещами, я не понял, зачем мне вещи есть, я еду на три дня, сели в машину, уехали в неизвестном направлении на тот момент, вот, ну и, собственно, я первый раз так на реабилитацию попал, вот сюда вот, и потом уже начался вот такой путь, так скажем, первый. Ну, это сейчас мы дойдем до этого, расскажи, вот, пожалуйста, момент, когда, допустим, вот, первое употребление, и вот эти вот марафоны, это, есть ли осознание того, что вот этот вот, так сказать, запретный плод, который ты попробовал, тебе стало так прям легко, кайфово, а потом превратился в какую-то вот обузу для тебя внутреннюю? Да, я, когда первый раз употреблять вообще начал, как бы все друзья относились, как бы, ну, с приколом, так же, родители не в курсе были, и я себя чувствовал классно именно, что, сами ощущения, и, как бы, как я подавался в тот момент, это мне круто было, мне нравилось это, вот, но со временем, когда я вот начал уходить уже постепенно, там, в недельное употребление, я мог торчать, там, потом это все переходилось перерывами, ну, вообще в очень маленькие перерывы, то есть день-два я отсыхаю дома, потом я обратно иду мутить, вот, это все превратилось в марафон, так скажем, такой, и в месячные такие, вот, так скажем, уикенды, короче, и друзья постепенно начали обо мне говорить, типа, что я конченый, там, что у меня уже ничего в голове нету, кроме этих наркотиков, что я выбираю наркотики вместо каких-то прогулок, там, общение с ними, очень часто я предавал людей ради наркотиков, то есть были случаи, что я воровал у своих друзей буквально на квартире, в тот момент, пока мы отдыхаем, я искал удобный случай, чтобы что-то украсть и продать барыги, там, или продать где-нибудь на сайте каком-нибудь, чтобы поиметь денег и взять наркоты, вот, и, то есть, у меня постепенно, вообще, вся компания, она у меня была, так скажем, условно независимая, и все было хорошо, как бы мы общались, ничего, не стоял вопрос между выбором наркотиков или, там, друзей, а потом все мои знакомые, они все плавно превратились только в торчи, короче, и это были только люди, которые употребляют именно наркотики, и мы вместе проводили вот так время с ними. Были вот эти, как ты говоришь, паранойя, галлюцинации, ты сам это осознавал, что это происходит с тобой? Я помню такой момент, мы, когда первый раз пришли к барыге, то есть, я употребил сверх, там, прям, мощно, она мне сделала, и я стоял и полностью вообще потерял ориентир, короче, где я, что я, что происходит, и у меня была реакция вообще на все звуки, то есть, я стоял и не понимал, что со мной происходит, мне очень страшно стало, то есть, я смотрю на своего соупотреба, который меня привел на тот момент туда, и, то есть, он в таком же состоянии находится, и мне дико страшно стало, я хотел просто выйти буквально, там, не знаю, с балкона, чтобы не чувствовать таких ощущений, вот, и я до поры до времени, я не осознавал, я, типа, думал, что это связано, может, с настроением, может, с дозняком, который я употребляю, то есть, как-то, чтобы обойти это, я думал, что это вот именно из-за этого, это можно обойти, потом, то есть, это уже на регулярной основе происходило, мой тоже заключался в том, что я употребил первый раз, то есть, там, проходит, там, минут 30, все нормально, потом я употребляю еще раз, и это задница, начинается, то есть, я начинаю очень сильно раздражаться, я становлюсь агрессивный, меня все бесит, короче, я вокруг начинаю искать у людей какие-то фразы мнимые про себя, там, и так далее, то есть, ищу какие-то слова отдельные, выделяю у них, то есть, начинаю подозревать во всех, всех во всем, вот, и, то есть, звуки так же самое, преследование какое-то, постоянное оглядывание, в лесу я себя вообще очень ужасно чувствовал, мне постоянно казалось, что вот, 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 там, достигнет какая-нибудь полиция, либо еще на квартире, если нахожусь с количеством больших народа, то я в большинстве своем просто уходил оттуда, потому что это невыносимо, я постоянно думал, что меня сейчас либо убьют, короче, либо, либо я кого-нибудь убью просто на эмоциях, ну, не то, что убью, именно нанесу ущерб, паранойя, это ужасное ощущение, я не хотел бы к нему возвращаться вообще ни разу, никогда, потому что у меня очень колпак летит под эту тему. Поделись, вот, что такое, ну, не знаю, как обычный, необычный или среднестатистический день солевого наркомана, как он это вот, что делает? Ну, вот, у меня это лично было так, то есть, если брать эпизод, когда я прихожу после употреба, я сплю сутки, могу там до вечера, где-то вот до 8 часов, до 7-8, я встаю, если на тот момент у меня еще есть телефон, я начинаю писать сразу своему, там, другу, с употребу, с которым я употреблял, начинаем искать деньги, если денег, там, родители или кто-нибудь не дает, либо у него нет, была такая тенденция, что я просто иду в магазин, ворую, какие-то продукты, у меня город маленький, сам по себе, и мне удобно было в этом плане, когда я узнал о том, что можно сливать продукты за деньги, вот, я их воровал и продавал, то есть, магазины, там, ночники всякие мне брали, там, ну, я где-нибудь тысячи-полторы, то есть, наскребал, и мы шли за кладом в какой-нибудь лес, там, либо в городе у нас лежало, в общем, мы забирали, сразу все это, конечно, на месте употребляли, там, какую-то большую половину, потом шли в какой-нибудь подъезд, проводили, там, часов по 7, это как минимум, просто сидели в подъезде, торчали, трубку сраную крутили, пока она, вот, просто, чтобы в ней дыры прям не появились до последнего, потом, когда кончались деньги, наркотики, ну, я там уставал уже, бывало, что сидеть в подъезде все-таки неприкольно становится, когда уже нет вещества, что там делать, вот, мы уходили так же по домам, мы в большинстве своем вообще никак не общались, мы, то есть, вот, только по поводу того, чтобы употребить, мы общались, и все, я уходил домой, спал так же, и вот так вот это каждый день превратилось, то есть, вот, стабильный день это мой был, я просыпаюсь, мучу деньги, не намутил, иду в магазины, ворую, потом продаю, беру клад, употребляю, провожу там сутки в какой-нибудь сомнительной компании, либо в подъезде, и потом иду домой, отсыпаюсь, и так, как на работу, короче. Расскажи еще, вот, ты приехал в 20-м году на реабилитацию, таким сказать, мама по мудрости поступила, ты не понимал, куда едешь и на сколько, правильно? Да. Оказавшись тут, спустя время, как у тебя вообще вот прошла реабилитация, какие были ли осознания после нее? После первой реабилитации, ну, я вот первое время приехал, помню, я очень обижался на родителей, я уверен был в том, что мать со мной так не поступит, и она не оставит меня в каком-то незнакомом месте на какие-то долгие срока, я сидел, помню, вот внизу на диванчике, и ко мне подходили люди, спрашивали, кто я, как я, короче, что, зачем я здесь вообще, я им говорил так вскользь, кто я, имя свое называл, вот, и говорил, что типа через две недели я все равно уеду, нет смысла, короче, знакомиться. Ну, и потом я уже просто через некоторое время, что мне начали говорить цифры, которые здесь находятся, я уже постепенно просто свыкся с той мыслью, что я останусь здесь подольше, вот, и, то есть, в период реабилитации вообще много моментов разных было на первой, я принял такую позицию, что я, короче, буду отличником на этой реабилитации и пройду ее прямо вот блестяще, то есть, и у меня это получалось, и я там стал каким-то впереди идущим, там, все эти моменты, мне доверяли, какие-то ответственности большие, которые здесь, так скажем, не особо всем доверяют, вот, и у меня пришло такое осознание, что я сейчас вот здесь побуду, то есть, сдам, вот, так скажем, все экзамены, которые нужны будут, и просто втихую буду копить, короче, вот это вот желание употребить и контролировать это, что с новыми знаниями я, так скажем, смогу повести себя по-другому в наркотиках. На этой маске я двигался все шесть месяцев, пока не вышел, то есть, в социум, вот, как-то вот так вот все проходило у меня. Сколько времени, вот, тебе удавалось держаться после первой реабилитации? После первой реабилитации я вышел на ресоциализацию, то есть, я стал волонтером, мы съехали на квартиру, у меня появились какие-то такие обломные ожидания от того, как это все было должно происходить, то есть, не сходилась реальность действительности, мне рисовалось это так, что вот я сейчас выдаю, у меня прям будет запал, что я без каких-либо там действий и всего остального буду чувствовать себя нормально, что наркотики больше не будут мне мешать, не придут в мою жизнь, так скажем, вот, я первый месяц так считал, вот, ну, и там какие-то срывные вот эти вот моменты, цепочки начали выстраиваться, что я начал думать о том, чтобы употребить снова, и уже через месяц, то есть, на седьмой месяц трезвости свой, я решил, что мне нужно будет, как бы, подгадать такой момент, когда я смогу выехать в город один, я взял телефон, уже сенсорный, нормальный, который можно с ним в манипуляции провести, чтобы найти наркотиков, вот, я выехал, приехал на Ладожскую, там, буквально в метро все заказал, поехал в Кудрово и там, собственно, сорвался. Вот, потом мне не было денег, я пешком от Кудрово шел до Янина, то есть, до самого момента, где я жил на квартире, вот, и, то есть, я пришел туда уже отошедший, но я вот опять словил эти панички, мне казалось, что за мной бегают мотиваторы, и, короче, нужно убегать, вот, я по всему этому Кудрово облазил, короче, все подъезды обошел буквально, вот, ну и пришел с раздолбанными ногами, потому что я прошел там несколько километров, я устал очень, меня встретили, то есть, я качественно придумал историю, что там меня обокрали, короче, на спа, на спаской в кафе, я там оставил вещи, телефон, вот, и все, и пришел туда, мне поверили до утра, потом приехали, там, начали брать тесты наркотиков, я не знаю, каким чудом, либо я употребил мало-либо что, тест на наркотики показал, то есть, что я ничего не употреблял, вот, и какое-то время я еще умудрялся волонтерить, приходя сюда, и никто даже не знал, что я сорвался, вот, как-то вот так вот все проходило, я сорвался буквально через месяц после реабилитации первой, это долго не продлилось. Рассказывать не захотел, да, никому про свой срыв? Да, я никому не говорил, я очень переживал, как к этому отнесутся, во-первых, во-вторых, я очень не хотел, чтобы меня закрыли здесь снова. Вот если отмотать сейчас и не погружаться в ту историю, что происходило у тебя дальше, есть какие-то, вот, знаешь, как выводы, если бы сказал, могла бы жизнь иначе поступить, ну, пройти, или не сказала, вот, у тебя сейчас имеется то, что имеешь? Ну, я бы не сказал, что у меня жизнь как-то по-другому закрутилась, потому что в тот момент, когда я приехал сюда, я не считаю, что я какого-то там днища именно достиг, что у меня были прям моменты, которые кардинально нужно менять жизнь, у меня не было осознания вообще и понимания, что у меня что-то произошло, я просто принял это как факт и просто вынес это, и всё. Вот, и вывод, наверное, такой, что, как бы, если бы я даже сказал, мне кажется, не понял бы всё равно, что нужно делать как-то по-другому и не употреблять всё-таки. Все создано такое употребление было. Да. Потом, что, как жизнь развивалась, сколько ты ещё волонтёрил и как попрощался с волонтёрством? Ну, я где-то ещё в течение месяца волонтёрил, у меня был здесь, так скажем, товарищ тоже, который друг был, вот, мы вместе ходили на волонтёрство, и вот тогда уже пришло второе такое потребление, мы ехали со смены отсюда в автобусе, и он в шутку начал заходить на сайт, показывать мне там, типа, я ему на понт начал брать, что, типа, да ты не возьмёшь, ну, типа, нафиг ты мне это показываешь, если ты просто глумишься, типа, вот. А он, как бы, я не знаю, что с ним в этот момент произошло, как бы, я думаю, он тоже копил это в себе, вот. И он просто заказал, то есть, в автобусе, и мы буквально вышли на остановке дальше, чем Янино, где мы жили, и пошли за закладкой, вот. Мы приехали на соцквартиру, и прям там начали употреблять, пока никого не было, вот. То есть, я весь день употреблял, никого не было дома, я не помню уже, что там, где ребята были, которые тоже со мной проходили вот эту послечебную программу. Мы употребляли, потом он уехал куда-то, ну, я так понимаю, он уехал, там что-то испугался, то ли что, в общем, я остался один. У меня пришло такое решение, что нужно валить, короче, из Питера, и в свой там родной город, вот, я собрал, собственно, вещи, которые мог взять, и попросил денег обманным там путём, что мне нужно там что-то купить. В общем, сумму на билет собрал, и просто поехал в город свой. И там уже целый день я провёл, я не хотел торчать именно, я ещё очень глупо выглядело, что я сидел в машине, все пили, короче, а я такой, типа, трезвый, я не пью, говорю, зачем вы это делаете, мне всё предлагали, вот, я отказывался. Потом я, когда уже остался один на один именно со своим соупотребом давнишним, которым я его хорошо знаю, вот, я, то есть, у меня была сумма там какая-то, не помню, но мне хватало именно на наркотики, он мне предложил взять, в общем, мы взяли, я там опять обдолбился по уши, провёл сутки в его подъезде, написал матери, мол, я всё, то есть, закончил своё волонтёрство, что мне, короче, это достало, нахер не надо, вот, и она как бы сказала, что домой ты можешь не приходить, и я тебя не жду, если ты обратно вернулся к своим наркотикам, к своим друзьям, там, очень их не любила, ненавидела их до глубины души вообще, и, то есть, она сказала, можешь своим путём идти, вот, я провёл сутки в подъезде и понял, что, то есть, мне идти по факту некуда, и, ну, что делать, я не знал, поэтому я, вот, написал матери, что давайте я, в общем, приду домой, поем, помоюсь, приведу себя в порядок и на следующий день поеду на реабилитацию обратно, там уже рассказал, что я сорвался и так далее, то есть, уже все ребята были в курсе здесь, ну, и я пришёл домой, и мы, как я сказал, всё сделали, и на следующее утро мы поехали на реабилитацию, я помню, что со мной отец вообще не разговаривал, потому что он в шоке был, короче, что произошло, вот, я приехал сюда на восстановление и провёл здесь ещё сколько-то, четыре месяца вроде я провёл здесь. Это уже 21-й год, да? Да, это уже в 21-м году. Как дальше твоя судьба складывалась-то? Вот у меня здесь на восстановлении, я так скажем, не особо честный был вообще сам по себе человек, я очень много врал, очень много косился, недовольствую, ну, как мне казалось на тот момент, что я заехал на восстановление, вот я как бы проиграл, что меня раскрыли, я проиграл, то есть мне нужно опять проходить это всё заново, мне очень не хотелось этого, вот, и у меня на фоне всех моих переживаний, то есть сюда привезли девочку, и у меня появились, так скажем, эмоционально значимые отношения, мы там ходили по углам, общались, там всякие тактильные контакты, всякие вот эти прекрасные моменты, ну, и я начал отвлекаться вот на это. Я провёл, наверное, в этом, и когда она приехала, я уже месяц, наверное, был, вот, она приехала, я ещё три месяца, то есть находился во всём этом, мне было безразлично вообще, что происходит на реабилитации, я был вот вовлечён человеком, вот и всё. Когда я уже на третьем месяце находился, мне должны были выпускать, то есть обратно на квартиру, произошёл там случай, такой не особо этично будет о нём рассказывать, то есть в ночное дежурство у нас там всё случилось, короче, и об этом узнали на утро, её отвезли в другой центр, и... а меня оставили здесь ещё на месяц, и я, собственно, прождал этот месяц на таком прям желании уйти, и всё, потом я вышел, общался с ней какое-то время. Я уже на тот момент, как выходил, у меня должно было быть сопровождение, то есть ведущим специалистом отсюда с реабилитацией я не возвращался именно на ту квартиру, на которую я употреблял, потому что там есть определённые нюансы, по которым это нежелательно делать, вот, то есть хотя бы каким-то рекомендациями я там придерживаться начал, вот, и уехал жить в Кудрово уже на свою отдельную квартиру, жил там один, ну, и мы встречались иногда с этой девочкой, потом мы поняли в один момент, что всё, что происходило на реабилитации между нами, вот эта вся общуха, там все эти классные моменты, что нам хорошо с друг другом, мы поняли, что просто всё это сузилось только на реабилитации в этих пределах, и по факту нам не о чем поговорить, мы не знаем ничего, что друг другу сказать, мы просто половину времени идём и молчим, и мы сошлись на мнение, что нам нужно разойтись, короче, и прекратить этот бред, ну, и потом где-то через три недельки, как я уже жил на квартире, один я жил, я приезжал на смену сюда, и после вот смены очередной я приехал домой, бахнулся на квартиру, короче, ну, на эту, на кровать свою, и просто решил опять заказать, на фоне вот этих всех вещей, там, переживаний насчёт девушки, что я один опять на квартире, мне не с кем поговорить и всё такое, я заказал наркотик, в принципе, употреблял целую ночь, потом сказал, что не приеду на смену, и меня выгнали отсюда, сказали, раз ты такой вот безответственный человек, что ты не хочешь какие-то приоритеты в жизни свои расставлять, то лучше ты тогда сам ещё поторчи, в общем, а потом, если нужна будет помощь, обратишься. Ну, и я продолжил торчать, со своим ведущим специалистом я общался, я уже потом со временем рассказал маме, что сорвался снова, она мне там давала рекомендации, чтобы я общался с ним, чтобы восстанавливался, чтобы не торчал, какое-то время я там неделю-две мог не торчать, потом опять снова торчать, ну, собственно, это всё свелось всё-таки в один торч, и мне нужно было за квартиру платить, работать я не мог, потому что я употреблял, то есть у меня не было понимания вообще, что такое работа, на каждодневной основе я вообще это не принимал, и не понимал, как это можно вообще делать. Ну, вот, меня спонсировала мама, отец, я жил на этой квартире, и со временем это им просто надоело, и они решили в какой-то момент забрать меня обратно в город, в котором я жил, чтобы не платить просто так за квартиру, в которой я просто существую, то есть я как трутим лежу, там потребляю, там ем, хожу на улицу иногда, и всё. Как правило, это за закладкой было только, вот и всё. Ну, и по нужде там какой-то магазин или что-нибудь типа того. Вот, они меня забрали обратно в город, и там вот начался активный уже срыв, который там длился около двух лет. Я вернулся ко всем своим товарищам, со всеми вытекающими, то есть наладил все свои знакомства прошлые, ну и начал снова торчать активно, там, потреблять коголь. Новые знакомства появились, опять же, начал развивать эту тему всю, продавать наркотики. Я даже такой опыт имел, что продажа наркотиков была у меня с моей стороны. Ну и всё, то есть всё опять задницей накрылось, я просто начал употреблять всё. Я не могу каких-то вот именно таких целевых моментов выглядеть, ой, выделить в этом всём, потому что это в рутину однодневную превратилось, в которой я постоянно находился, вот и всё. Тем не менее, ты как-то умудрился попасть в пюрьму даже. Да, это было, я помню, в 23-м году, то вот уже продлилось несколько лет с моего торча, я на тот момент уже обзавелся девушкой, которая по сей день у меня есть, как бы мы с ней в отношениях, даже сейчас на реабилитации я находился, она как бы верит в меня, и мы сошлись на том, она не употребляющая, вообще ни разу ничего и так далее. Я в какой-то момент, Новый год, это было 31 декабря 23-го года, это 23-й должен был быть, стать год, короче, вот. И мне позвонил мой знакомый, который предложил мне работу, то есть нужно было съездить в Питер и украсть, так скажем, телефон, и продать его. Мы собрались, то есть поехали в Питер, там с каким-то человеком, незнакомым мне сошлись, то есть это его знакомые были, это он всю тему мутил вот эту. Мы сошлись, и мне предложили расклад, мол, что сейчас один человек покупает этот телефон, потом даёт мне контакты, я как второй покупатель, иду и покупаю, типа, якобы так же. Вот. Мне сказали, что этого делать будет не нужно, нужно будет его либо силой забрать, либо, там, не знаю, ну, короче, его надо отобрать будет. Вот, я на тот момент хотел как бы Новый год провести, у меня не было денег, так как я не работал, и это оказалось каким-то лёгким решением в момент всех проблем. Я согласился, приехал там, созвонился с этим продавцом, мы встретились на станции метро, около его дома, вот, я поднялся к нему в квартиру, то есть, и у меня уже был перцовой баллончик на тот момент, я ему дал в рыло разок, короче, и залил его баллоном, и телефон отобрал, убежал просто, и всё. Я приехал обратно в город, мне, я продал телефон этот, и получил там, сколько, вообще копейки на тот момент, то есть, мне за iPhone 14 Pro, короче, дали около 15 тысяч, вроде, только что-то типа того. Я провёл там Новый год, у меня день рождения было 12 января, всё, то есть, шикарно провёл, как бы на какие-то средства хотя бы, вот, и через месяц, вот примерно 23 февраля, мне уже до этого, как бы у меня был сообщник с собой, он просто меня в такси ждал, вот, ему звонили, там, искали его, но я не придавал значения, мало ли там какая-нибудь пятёрочка опять объявилась, там, за тушёнку какую-нибудь, на это не страшно, типа было, что всё нормально будет, я не переживал, вот, и 23 февраля я лежал дома, вечером где-то к пяти часам, к шести, услышал звонок в дверь, я знаю, что мою дверь, либо никто не заходит, либо звонят в домофон, но в звонок точно, то есть, не звонят. Я сразу встал, запереживал, и услышал, что ко мне опера зашли, то есть, искали меня конкретно, открыла мать дверь, то есть, Паша, собирайся, там к тебе пришли люди, не знаю, что ты там натворил, короче, решай, вот, и мне начали расспрашивать, мол, про случай, написали заявление на меня, и сказали, что я украл телефон, повезли меня в Питер, то есть, я попал в ИВС, у меня совпотреб тоже в машине уже сидел, у нас когда везли, он там укорал постоянно, я вообще не понимал, в чём, типа, прикол, в чём смешно и так далее, мне очень страшно было, я очень переживал, я боялся всю жизнь попасть в тюрьму, потому что для меня это было такое, место, в котором именно убьют, ломают, убивают, бьют, там, и так далее, то есть, никакого вообще доброго отношения я не ждал от этого места, мне было очень страшно, как я вообще и сколько там пробуду, меня привезли в ИВС московский, я там просидел двое суток, в надежде, что всё-таки мне дадут какую-то подписку, потому что случай был, ну, не такой уж и критичный, что можно было всё решить, но, там, определённую сумму попросили, за которую я, ну, в тот момент у меня не было никакой возможности это отдать, а родителям говорить об этом мне не хотелось, что за меня ещё и нужно заплатить будет, вот, я принял тот факт, что нужно будет остаться всё-таки на какое-то время, и когда через два дня ВВС мне сказали, что мой приговор на суде будет по мере пресечения, что я остаюсь на месяц в СИЗО, в Крестах, в Новых, меня отвезли туда, и, собственно, вот тогда разбирательство началось там по поводу всего этого дела. Я провёл в СИЗО около восьми месяцев, и это было такое время, что я не то, что о наркотиках не думал, я вообще забыл о них, то есть все проблемы переключились вот именно в это русло, что я в тюрьме, я очень напрягался постоянно, все люди, с которыми я там общался, это были, как правило, люди с более тяжёлыми судьбами, и по тяжёлым более статьям, чем я там, было очень страшно, мне не раз угрожали там, что типа будешь говорить что-то или крысить, не дай бог, то со мной быстро решат этот момент, то есть там были такие прогулки, выпускали из камеры, и всё это расстояние до этажей, где проходят прогулки, проходило, то есть без присмотра конвоиров и так далее, вот, и был случай, когда, то есть, вот так же парень выходил с моей камеры, а у него какая-то там недопонимание, короче, случилось с одним нерусским, и, собственно, его забили толпой там, просто на этом этаже, в тамбуре, вот, и я вот очень боялся, что то же самое может пройти со мной, потому что мне не раз говорили и предлагали там опера, чтобы я говорил, что происходит в камере, там, как это будет, там, и так далее, я не соглашался до последнего, то есть, и не согласился в итоге, потому что для меня это было очень ужасно, я и так в закрытом помещении, в котором я не вижу ни родных, никого, короче, там решетки везти, мне очень некомфортно, вот, и я не стал соглашаться на все это, чтобы просто обойти какие-то хотя бы проблемы, связанные в тюрьме, чтобы их хотя бы не началось, вот, ко мне приезжали родители, все эти встречи через стекло, я помню, как мать у меня плакала, смотря на меня, то есть, я сидел за стеклом, и там, это вот такое бронированное, я хер его знает, как оно называется, стекло, я то есть, кла руку, и не мог потрогать, ничего, не обнять, никак, вообще, это были непередаваемые ощущения, видел, что мать уже вот просто, она на последнем дыхании, у нее проблемы с сердцем, я не знаю, как все это она вынесла, но вот, все эти моменты, она проживала вместе со мной, они не отвернулись от меня с отцом, то есть, они помогали мне, девушка там приезжала ко мне, также мы виделись, по мере возможности, они мне писали письма, ждали меня, то есть, я их уверял, что все будет по-другому, сейчас все закончится, нужно это пережить, как бы ошибка совершена, ее можно исправить, прожить, вот, я принял решение, что никогда не заплачу в тюрьме, и в принципе, за все 10 месяцев, которые я провел в тюрьме, я ни разу не заплакал, вот, хотя мне очень хотелось, и очень больно было, вот, ну, когда мы приехали на суд, в один из дней, у нас уже должен был быть приговор, где-то на четвертом месяце, это случилось, что мне запросили 3 года, у меня была девушка на суде, отец, мать, я никогда не испытывал таких ощущений, что вот-вот, короче, я с ними расстанусь, и очень надолго, мне запросили 3 года, а моему товарищу 4, мы как-то с юмором отнеслись с этим, потому что мы знали на тот момент, что если запросят 3, как бы, или побольше, то по-любому будет меньше, вот, мы ушли, прошел еще какой-то промежуток времени, вроде недели 3, еще 2, нам выносили уже окончательный приговор, мы приехали на суд, на тот момент уже я один с ним поехал, без родителей, там никого не было, ну, и в общем, я не знаю, что произошло, но каким-то чудом, вообще, мне не дали 3 года, мне дали всего год и один, а на тот момент, когда я отсидел уже 8, в районе 6 или 7 месяцев, там день за 2 шел, ой, за полтора, то есть, как ранее не судимый, мне вынесли этот приговор, и там оставалось месяца 3 мне досидеть, и я мог свободен быть, а моему совпотребу вынесли 4,5 года, то есть, у него показался рецидив, преступление, и он очень обижался на меня, и по сей день, когда мы с ним разговаривали, он говорит, что я самый конченый человек, который вообще, с которым он связался, потому что он по факту ничего не сделал, я его просто подставил под это все, и он сейчас продолжает сидеть в тюрьме, я где-то на 8 месяце уже в сентябре, я помню, ко мне пришел этот, как его там называют, ну короче, конвоир его назовем, открыл глазок в камере, и сказал, что я уезжаю в колонию металлострой, то есть, на следующий день, вот, я очень боялся колонии, я максимально тянул время, чтобы не оказаться, от СИЗО, в колонию, с реальными, то есть, уже зэками, на тот момент, вот, там другие правила, другие, короче, порядки, и все остальное, там гораздо сложнее, это все, вот, ну, я приехал туда, то есть, там был карантин, и мне, не знаю, тоже опять, мне Бог уберег от того, что выходить в зону, в саму, то есть, проходить там какое-то время, еще вот эти два месяца, которые мне оставались, там досидеть, мне так повезло, что у меня там старшина, был мой хороший знакомый, которым я забыл, давно не общался, и он там сидел, короче, вот, ему там оставался месяц, и он меня пристроил в этот карантин, и я там спокойненько досидел, как бы, хотя ситуации тоже разные были, что очень много напора было, от именно тех людей, которые там находились, они люди разные все, и очень сложно было справляться с эмоциями, но все-таки, как бы, я общался по телефону каждый день, и мне это как-то помогало, что я отвлекался, что меня ждут, там все будет нормально, и два месяца, в принципе, прошло, как один день, вот, несравнимо с СИЗО, потому что там время тянулось очень долго, там как бы по-другому это все было, ну, и я помню, вот этот день последний, 26, 27 ноября, когда я выходил, то есть, я собрал все вещи, буквально полетел на этот пропускной пункт, в котором меня там досмотрели, все эти манипуляции произвели, меня там ждал отец, девушка, и, собственно, все это кончилось, когда я приехал домой, обратно в свой же город, меня мать заплакала, то есть, сказала, что я больше не хочу, чтобы мой сын проводил время в какой-то, в таком месте, и что, если еще что-то такое произойдет, она, вероятно, не выдержит такого, ну, как-то так, наверное, в тюрьме все происходило, было сложновато, так скажем. Скажи, потом, вот, после тюрьмы ты вышел, тебя это как-то замотивировало оставаться трезвым? Вот, вообще, ни разу, то есть, я всегда в тюрьме, у меня даже мысли о том, чтобы употреблять не было, хотя мне очень много раз предлагали выпить там, и предлагали как бы наркотики, но я не соглашался, и когда я вышел, у меня, не знаю, импульсивные поступки сразу в голову начали приходить, мол, нужно связаться с кем-то, нужно употребить, сейчас вот нужно развеяться, отметить это все, короче, что я вышел, свобода, все дела, и, собственно, через три дня ровно я заторчал на своем же веществе, на солях, я взял их с другом, с тем же самым другом, с которым я общался до этого, брал наркотики и так далее, мы через три дня пошли употреблять, я также сразу накурился, и все, то есть, вообще никакого осознания, что и тюрьма прошла, там, реба была, что все эти моменты уже прошли в жизни, это какой-то некий намек на то, что все-таки это не нужно делать, у меня в голове это вообще никак не стыковалось, мне было плевать вообще, и я снова начал употреблять, по первости я так употреблял, это контролировал, так скажем, вот, а потом это все перелилось уже в более ужасные вещи, которые начали происходить, именно после тюрьмы у меня начала, я стал более тесно общаться со своей девушкой, то есть мы перешли на новый там этап отношений, что мы съехались, мы жили у меня, вместе с родителями, то есть у нас была отдельная комната, вот, и постепенно я начал общаться с теми людьми, с которыми общался раньше, там, с его потребами, у них в период моей тюремной, так скажем, жизни, пока меня не было в период ребы, вообще от слова совсем ничего не поменялось, становилось только хуже, я начал с ними снова общаться, употреблять, и я уже на какой-то момент начал чувствовать, что у меня наркотики не вызывают вообще никакого эффекта классного, именно мне вызывает это только агрессию какую-то, лютую, и манию какую-то о том, что что-то происходит не так, я очень часто начал контролировать свою девушку, не доверять ей вообще во всех вопросах, куда она идёт, когда она придёт, там, во сколько, с кем, где, и все эти моменты, я люто паниковал, короче, я, как правило, находился в употреблении, и она не знала об этом, что я снова торчу, и она вот, была вообще не в курсе, и с её стороны, я вообще не понимаю, как она не догадывалась на тот момент, забирал у неё телефон, бил его просто об асфальт, буквально там, несколько телефонов ей разбил, только из-за ревности, что думал, что что-то происходит, потому что я когда с ней встречался, я либо на отходах был, либо я вторченый был, и уже, то есть, отходить постепенно начинал, вот, и началась такая тема, что ко мне в голову начали приходить мысли о том, что нужно себя за это наказывать, вот, и, то есть, я никогда не трогал девочек, но на тот момент, короче, у меня уже настолько башку переклинило, что, я помню вот один момент, мы находились у меня дома, и что, я настолько уже злой был, и не поверил во все её слова, там, что-то связанное с каким-то, с какой-то её прогулкой было, или что, она сидела на диване, я стоял, как бы, в полный рост, и шлёпнул ей, короче, по голове, вот, я тогда вот первый раз ударил её, то есть, мне очень стыдно стало, в моменте я нажрался, потом, после этого, и пришла мысль о том, что можно наносить себе повреждения, как бы, за это, и так самым себя наказывать, вот, я начал резать руки, там, это было, разные предметы, то есть, я брал бутылку, вообще, похрен какую, с улицы, с мусорки доставал, разбивал горлышко, то есть, и наносил себе порезы, просто на руку, у меня вот сейчас, вообще, дохренища, вот этих порезов, то есть, у меня на руках, свободного места, вообще нет, и всё это перечекло, вот, от этого наказания, уже в лютую манипуляцию, когда, мне что-то не нравилось, или, происходили какие-то вещи, я просто, при девушке, брал, и, то есть, резал себя буквально, я порезал себе сухожилия, я помню, вот, один из моментов, когда я был в баре, я подрался с одним типом, из-за ревности, то есть, опять же, девушки, и когда мы шли домой, я орал, там, как потерпевший, говорил, что меня это всё достало, что она ведёт себя, там, как тварь, и так далее, вот, и взял бутылку, и полоснулся по руке, то есть, вот, по запястью, вот здесь, и, так получилось, что я не рассчитал, и обрезал себе два пальца, короче, сухожилия, я проходил так три дня, то есть, обиделся на неё, и ушёл на притон, так скажем, вот этот, к своим совопотребам, и провалялся там так три дня, у меня уже онемела рука, я не мог двигать пальцами, мне уже даже ребята говорили, мол, ты что, гонишь, что ли, зачем ты здесь находишься, типа, у тебя такая тема суркой, что нужно лечить её срочно, иначе ты её потеряешь, просто, я всё-таки собрался силами, короче, поехал в больницу, и мне озвучили, что, мол, у меня порезаны сухожилия, это очень трудно восстанавливаться, что нужна срочная операция, иначе они имеют свойство утягиваться, там, и так далее, что я просто лишусь руки в один момент, и не смогу двигать пальцами, вот, ну, то есть, я сказал это всё родителям, что вот так, вот так произошло, мол, нужна операция, мы поехали сюда, во Вредена, в Питер, мне сделали операцию, до сих пор, как бы, рука восстановилась, в принципе, но до сих пор есть какие-то моменты, которых я не могу делать, потому что пальцы не вернулись, вот, пока что, я не знаю, такое нормальное состояние, вот, и, то есть, у меня на этом всём фоне, пока я употреблял, так же развиваться начали лютые психозы, я висел там на окнах, потому что мне слышался голос моей девушки, мне постоянно казалось, что она мне изменяет, что она где-то здесь, хотя я просил её в телеграме отправлять мне кружки, что, мол, ну, что доказательство того, что она находится на работе, я всё равно даже этому не верил, хотя я понимал, что это типа онлайн кружок, который подделать, ну, невозможно, вот, я отправлял видео угрожающие, где я режу руки, там, заставлял её переживать, там, приезжать за мной, уходить с работы и так далее, выходил в подъезды, там, и так далее, то есть, находился вообще в неадекватном состоянии, орал, не бил уже на тот момент, не настало наплевать на это, я хреначил прям её, вот эти психозы все перелились в то русло, что, я уже не осознавал, что делаю, я просто приходил домой, и, буквально, на мне живого места не было, я орал на мать, и так далее, типа, отвалите все от меня, что, чего вам надо вообще, достали все меня, что она, что девушка, что отец, с отцом у меня начались проблемы лютые, потому что, мы никогда с ними не дрались, но вот в моментах, когда уже такой накал страстей был, что я приходил домой, вот тут трутнем просто, что от меня никакой не пользы, ничего, они меня, отец начал очень раздражаться на этой почве, и у нас начались стычки с ним, именно телесные, я начал, он меня ударил, там раз, я, ну, сдержался, там не ответил, а в какой-то момент это переросло именно в драки наши, мы начали драться с друг другом, потому что он, он уже мне в открытую говорил, что такого сына, как я, он видеть не хочет в своей жизни, то есть наркоман, который ничем не полезен в этом обществе, не живет он как ублюдок просто, и зачем, то есть, вот он принял решение такое, что нужно мне съезжать, поставил вопрос о том, что настолько я его достал, он продал квартиру, трехкомнатную, в которой мы все жили, мама, я там, он, Даша, он ее продал и купил мне однушку, в кредит, там, в ипотеку, которую сейчас также платят, вот, и мы съехались на квартире одни, короче, с девушкой своей, там уже я начал так же продолжать вот эту всю тему, психорезни там, себя показательно и так далее, у меня никогда не было цели убить себя там и так далее, но у меня была цель просто проманипулировать этим, потому что это очень помогало, так скажем, в моментах, когда я не справлялся, или меня не слышали и так далее, ну и все где-то, и вот в мае 15-го числа, ну, в 24-м году, да, меня, я наглотался таблеток, потому что мне выписали, так сказать, через психолога мне выписали таблетки, хвитиопин, вот, я наглотался, их 16 штук я закинул в себя, и все, запил это водкой, ну, и потом ждал, короче, то, что я откинусь, но этого не произошло, почему-то, я не знаю, что у меня за организм вообще, как он это все выносит, ну, вот, я просто, как бы, находился в таком непонятном состоянии, у меня была девушка на тот момент дома, и она очень испугалась всего этого, вызвала моих родителей, а отец, он уже настолько прикипел от силы этого, что он просто сразу вызвал больницу, скорую, и там, когда вызывается скорая, то есть, по 112, там автоматически приезжает полиция, ну, вот, приехали менты, меня начали проверять доктора, что с моими руками, и так далее, вот, мы поехали на свидетельствование, я там, так скажем, меня очистили от всех этих таблеток, я промывание мне сделали, желудка, и сказали, что домой я не вернусь, я поеду в психушку, вот, и в городскую психушку я попал, которая у меня в городе находится, это очень ужасное место, я вот на самом деле, когда туда приехал, я сравнивал, я там пробыл 21 день, я сравнивал с тюрьмой, и с психушкой, как там, и как в тюрьме, и как в психушке, это колоссальная вообще разница, я хотел оттуда уйти, просто, каждую секунду, чего не было в тюрьме, как бы, это самое ужасное место, в котором я был на тот момент, то есть, психушка, это ужас просто был, я смотрел на всех этих дедов, там, срущихся, людей, которые там находятся, то есть, ну, откровенные какие-то проблемы были у них, а я, как бы, просто с каким-то передозом, так скажем, был, мне написали в заключении, что у меня была попытка суицида, вот, и я, то есть, смотрел на всю эту картину, мне хотелось оттуда убежать, каждый, вообще, каждый день просто, я думал, как я на прогулке выбегу, там, и так далее, но у меня были проблемы с ногой, потому что я там тоже учинил такую тему, что я выбил стекло ногой, мне так же порезало сукожилие, я хромал, но у меня не было возможности просто убежать, поэтому я пришел к выводу, что нужно, все-таки, менять это чудесное заведение, на более квалифицированное, которое, помощь мне будет оказываться, я не просто буду жрать таблетки по утрам и днем, и просто спать тупо, вот, я позвонил маме, в день звонков, сказал, что, мам, давай мы, короче, решим этот момент, как-то я не хочу находиться в этом месте, больше у меня, просто ужасно в нем находиться, и предложил, что можно поехать на реабилитацию, то есть еще одну, она там с папой начала решать этот вопрос, я рассказал девушке, что нужно, короче, все-таки что-то менять и браться за ум, так скажем, вот, потому что это все уже настолько настохренело, вот, жизнь, я потерял работу, то есть, вот эти психозы, драки, все эти прекрасные вещи, которые происходили, они мне уже настолько настохренели, что я не хотел в этом жить и оставаться в этом, потому что я знал, что как только я выдусь в психушке, это начнется опять то же самое, мне было страшно от этого всего, и я сказал маме, что нужно ехать на реабилитацию, она сказала, что поможет, созвонилась, собственно, с этой реабилитацией, потому что только в этом месте, как бы, у нас были знакомы, и я здесь уже был, в принципе, это мне место нравится очень, вот, и она позвонила, согласовала это, через 20 день они приехали за мной, забирать меня, то есть, вот, мама поставила условия, что я еду сразу, то есть, не прощаюсь, там, ни с да, ни с девушкой, ни с кем, вообще сразу еду, меня на этой почве немного подвыгало, я пытался выбежать, короче, от них, когда ехал, вот, на лету открыл дверь, короче, выскочил с машины, и вот, на тот момент, у меня оторвало полностью сухожилие на ноге, потому что я неудачно приземлился, нога распухла, да, там, каких-то неимоверных размеров, вот, и, то есть, на этом фоне я словил истерику, что мне не нужно уезжать никуда, что я очень хочу попробовать сам, остаться в этом всем, как бы, попробовать потрезвиться, но, не уезжая на Ребу, мы попрощались с девушкой, я поставил условие, что я уже свыкся все-таки в период разговора с родителями, что они не будут вообще ничем мне помогать, и что их позиция определенная в том, что я уезжаю лечиться, я согласился, и пошел, попрощался с девушкой, то есть, и мы поехали сюда, вот, на мою третью реабилитацию, которую я вот прохожу благополучно. Да, тебя так послушаешь, прямо, я говорю, кино можно было бы снять, такое, знаешь, как делать не нужно. Да. Ну, сейчас вот, знаешь, как посмотрев на тебя, зная тебя там с 20-го года, как сейчас, ты сам-то как на сегодняшний день свои вот оцениваешь ресурсы? Я вам скажу так, я когда приехал на эту реабилитацию, мне было страшно, но я знал, что это место, оно мне вот именно поможет решить проблемы именно определенные в голове не с моим именно торчем, а именно с осознанием причины, и желанием исправить что-то. Вот. И мне было гораздо проще, потому что мое решение было принято, то есть, я устал от всего этого, и мне стало проще слышать людей здесь, которые находятся, то есть, это консультанты, и все вот эти люди, которые мне помогают в период реабилитации. Вот. Мне стало более спокойнее, я стал честен перед ним, мне не пришлось надевать вот эти маски крутого парня, который все тут вывезет, все он тут сейчас пройдет быстренько. Вот. Я просто был с собой, как бы, и начал общаться не так, как я общался раньше с людьми здесь, общаться именно с консультантами, говорить то, что меня там беспокоит, как я это вижу, говорить о проблемах, о чувствах своих, что вот мне плохо, там, и так далее, бывает моментами, хорошо, что с этим делать, я обращался за помощью, что вообще не свойственно мне от слова совсем, потому что мой характер, я всегда упертый, как баран, короче, я там козерог, там все вот эти моменты, я никогда никого не слушаю, я все равно сделаю по-своему, но вот эффект, я считаю, на этой реабилитации активно достигнутый, вообще неимоверный, потому что я вот свыкся с той мыслью, что можно не делать, как мне хочется, потому что результат закономерный, то, что я уже, то, что я делаю сам, получается какое-то дерьмо откровенное, я начал заключаться вот этой вот поддержкой со стороны консультантов, ребят, которые здесь находятся, уточнять все эти моменты по 10 раз, пофиг, насколько там это будет тупо выглядеть и так далее, я забил на все эти моменты, которые на тот момент, на первой реабилитации мне казалось слабостью вообще, что я могу быть каким-то слабым, мне что-то непонятно, я считал, что это не мужские поступки и так далее, вот я, то есть, начал обращаться и мне стало гораздо проще, я уже пришел к пониманию, что сейчас у меня есть ресурс именно на то, чтобы остаться трезвым и получать от этого удовольствие, потому что на первой реабилитации, когда я выходил, у меня была вот эта маска надета, что я сейчас потрезвюсь, потом я поторчу, сейчас такого нет, потому что все-таки в голове пришло осознание, что моя жизнь, как бы она не хочет быть спущенная мной в унитаз, вот, потому что мне вот лично интересно, какой я человек сейчас буду, если я останусь трезвым, потому что я никогда не видел, как бы, какой я на самом деле, я могу только какие-то примерные вещи описать, какой я человек, как бы, сообщество, вот сейчас, в котором я нахожусь и вообще буду дальше находиться, оно поможет мне в этом, я считаю, что я действительно теперь не одинокий человек, как мне казалось, на все время на реабилитации, в прошлый раз и так далее, сейчас я чувствую какую-то поддержку и уверенность, я вот сегодня, даже когда я сдавал итоговую свою работу, то есть, по процессу всего этой реабилитации, я услышал даже от консультантов такие вещи, которых я никогда в жизни не слышал в конце прошлых, что они именно верят в меня и что у меня нет сейчас такого вот недоверительного отношения ко мне, что все может получиться, потому что все-таки какие-то подвижки, изменения есть во мне и я это сам чувствую, что мой ресурс на данный момент, он может быть направлен вот в это, именно в трезвую жизнь и его можно развивать. И сейчас мне гораздо проще как бы принимать некоторые вещи, мне проще спросить, проще уточнить, мне проще не делать так, как мне хочется, критику воспринимать в свой адрес, мне гораздо проще, потому что я не видел никогда свою сторону в поступках и вообще мотивах в этих поступках, потому что во мне процветала вот эта вот эгоцентричность, вот эти гордыни, вот эта вся вот эта прикольная вещь, вот сейчас это намного проще, то есть, после проделанной работы я также разобрался со своими отношениями с девушкой, мы не расстались с ней ничего, мы здесь также работали с этой всей темой, вот, у меня есть понимание, что я отдельный как бы человек и что жить ради неё у меня цели как бы нет такой, что если у нас что-то не выйдет, как бы, ну, значит, так суждено просто, вот, а сейчас, поменяю, вот эти вот какие-то моменты контроля, там, недоверия, что я начал по-другому к ней относиться, я уже сейчас вижу, что это работает, короче, что отношения приобрели новые краски, их можно развить в другое русло и с родителями как-то попроще, мне отец никогда не говорил таких вещей, то есть, у нас была недавно семейная встреча, на которой мы встречались, обсуждали моменты, которые происходили вообще в жизни у нас, вот, и после моего, так скажем, спича, который происходил на семейной встрече, мне отец первый раз сказал, что он видит во мне, то есть, мужчину, который действительно говорит здравые вещи и понимает, о чём он говорит, не просто кидает слова в болот, то есть, которые никакого отлика не несут по факту, а именно, что я понимаю и он уверен, короче, во мне на данный момент, что у меня что-то получится, и мама мне говорит, что вот первую и вторую реабилитацию, она как на, как на изжоге, каждый день, короче, была, а сейчас она, как бы, постепенно уже понимает, что после, вот этой реабилитации именно у меня есть ресурс и уверенность, как бы, во мне с её стороны, вот, и как бы, мне очень листит даже те моменты, как это всё происходит, потому что я в себя не верил, когда я сюда приехал, поначалу, как бы, было очень страх, много сомнений по поводу того, как это будет происходить, я обесценивал это место, потому что, так скажем, если сравнивать с первой реабилитацией сейчас, это два разных места, короче, вот, мне пришлось как-то преодолевать себя всё-таки в моментах, когда я обесценивал эти вещи, но пришло, короче, понимание, что пусть происходит чего угодно, моя позиция, она одна, то есть, я хочу поменять свою жизнь, вот и всё, и, наверное, вот это некое решение, именно, чтобы поменять свою жизнь, не отталкиваясь от старых убеждений и своего, там, кого-то непоколюбивого характера и эго, которое во мне плещет, как бы, а попробовать всё-таки заручиться поддержкой, помощи и припоручить полностью вот это всё на волю, так скажем, людей знающих. Это помогло, наверное, на данный момент. Давай, знаешь, как подытожим, сейчас чуть-чуть расскажи свои планы на ближайший год. У меня сейчас, то есть, с понедельника я выхожу на волонтёрство, у меня есть планы по поводу дальнейшей работы здесь, я хочу пройти волонтёрство и уже связать свою жизнь именно с помощью людьми, с помощью людям, которые здесь находятся и будут находиться также далее, другие люди. Я хочу стать консультантом в этом месте, у меня есть определённый запал на это, и все возможности. Мне хочется развить своё образование, то есть, стать полноценным каким-то специалистом, который будет здесь работать, помогать людям. У меня цель, то есть, есть такая тоже, она какая-то, я её всегда стеснялся, по факту, но здесь, я вот, пока проходил реву, мне сказали, что у меня очень крутой голос, и у меня есть какие-то задатки, там, что я могу развить этот момент, и мне очень хочется научиться петь и развивать это вот так же в другое русло, как бы, вот в такое, в некое творчество уйти, потому что я заметил, что эйфорию я могу черпать от наркотиков, и никогда не находил другого чего-то, то есть, а вот в момент того, когда я начинаю заниматься музыкой, там, или пением, у меня приходит вот этот приход некий, и я чувствую себя классно прям, то есть, у меня такая цель есть, ну, собственно, потом уже наладится жизнь постепенно, в период работы здесь, я здесь не знаю на определенный срок, вообще, ни на рассчитывание, ни на какой, потому что я хочу здесь уже устаканиться, как бы, приобрести какие-то навыки, и все остальное, а потом уже будет видно, как бы, год, уж точно я здесь, дальше, я думаю, тоже буду здесь, но, посмотрим, в общем, я буду. В другом статусе, ну, я тебе искренне, вот, хочу пожелать, как успеха, чтобы ты, ну, дошел до своей цели, потому что, когда ты приезжал раньше, так сказать, был юнец, потом мальчишка, сейчас мужчина, ну, вот, реально, я вижу в тебе, ну, правда, изменения, ты как-то, как репый, вроде, более серьезен стал, но, был на твоем выступлении позавчера здесь, как и на мероприятии центра, тоже ррачная история, у тебя есть, ну, ну, таланты, сто процентов, вот, хочу пожелать, чтобы ты, как не останавливался, их раскрывал, мы тебе здесь, вот, насколько возможно, все поможем, потому что нам, вот, нужны, так сказать, молодые таланты, люди, которые хотят, что-то, вот, в жизни реализовать себя, потому что, ну, путь тяжелый, самостоятельно, оно не идет тебе, видимо, ты сам это понимаешь, и, грубо говоря, поставив даже цель, там, год-два, для себя здесь, не ожидая ничего взамен, ты получишь сверх, наверное, того, что мог бы даже себе мечтать на сегодняшний день. Субтитры сделал DimaTorzok